Что это такое? Ну, ребят, эта игра стоит 30 долларов. Хотите узнать откуда такая реакция? Обязательно посмотрите до конца. Всем привет, с вами Тед и это обзор на Torchlight 3. Игруха культовая. Первая часть очень классно зашла. Мне нравилась, не знаю, почти не знаю никого, кто бы её не прошёл на самом деле. Игруха реально хороша, отличная слэшер, хорошая такая мультяночная графика, было круто. Так что же нам предлагает Torchlight 3? Давайте узнаем. Так, ну, во-первых, оно нам предлагает выбор из достаточно интересных персонажей. Вот в Torchlight 1 было достаточно всё стандартно. Был воин, был, типа, лучник Рог такой и был маг. Здесь же я вижу механоид, который, скорее всего, будет воин. Это будет снайпер, ну, негр-леголас, короче, назовём его так. Закатный маг, парниша со странной рукой, который любит грибочки. И рельс-мастер. Ну, это техник, да? То есть он будет ставить какие-то башни, наверное, сооружения, чтобы защищаться. Такой, типа, полусумонер. В данной, как бы, теме. Знаете, что это такое? Ну, что это за персонажи? Нельзя было сделать нормальных, я не знаю. Почему они такие стрёмные? В общем-то, у каждого из классов есть несколько веток развития. Вот, к примеру, у снайпера есть точность, есть странник, который будет, скорее всего, призывать духов и что-то такое делать. У мага закатного свет, тьма, да? То есть всё так, незамысловато. У механоида, у нашего рыцаря, как я предполагаю, есть навыки обстрела, которые будут использовать вот эту вот пушечку у него на пузе. Да, телепузик такой. Либо драка, то есть это либо воин. Ну, в целом, да, это либо воин, либо такой гибрид непонятный. Так, ну, и рельс-мастер это проводник, то есть, как я говорил, турельки какие-то он ставит. Либо что-то типа паладина. Паладин такой будет, наверное. Короче, ребята, всех сразу предупреждают. Если вы будете на экране выбора персонажа, будьте аккуратны, не жмите на пушку, потому что можно навалить штаны. Вот от этого, вот, если вы немножко зачитались и случайно кликнули, потому что она начинает просто шмалять. Цвет кожи персонажа всё-таки менять можно, как и лицо. Хотя, ну, так, выбор невелик, мягко говоря. Ну, и со старта нам дают какую-то реликвию, которая также поможет немножко разнообразить вашего персонажа. Обязательно, конечно, курьера надо себе выбирать. Белую альпаку. Либо чёрную альпаку, какая вам нравится. Ну, то есть, в Торчлайт у вас есть союзник небольшой. Вот такая вот боёвочка, ребята, в Торчлайте. То есть, конечно, у нас есть 7 активных кнопок, но выглядит всё настолько как-то деревянно и убогенько, если честно, что ты просто не чувствуешь, не чувствуешь вот этих ударов. Бои с боссами? Ну, что это за бой? Не, я понимаю, конечно, что это только начало игры и всё такое, но... Ребята, система прокачки. Раньше у нас была система, которая использовала статы. То есть, можно было вкидывать с каждым уровнем в ловкость, силу. Конечно же, эта система, у неё есть свои нюансы. То есть, часто ей не злоупотребляют, а наоборот как-то на неё забивают и как бы вводят, чтобы было. То есть, вводят, и, к примеру, у тебя есть когда-то три параметра сила, ловкость, например, и интеллект, и у тебя персонаж физически может использовать только лук. Например, физически. И дальняя атака зависит только от ловкости. Вот в этом случае, естественно, никто не будет никогда вкидывать силу, если сила влияет только на силу атаки ближнего боя. То есть, если сила влияет ещё и на жизнь, либо есть ещё какой-то параметр, тогда это ловкость и жизни, да, логика. И в этом вся суть. Если нужно параметров 5-6, тогда приходится думать, во что вкладывать. Особенно, если подбалансировать игру, чтобы нельзя было постоянно кидать в ловкость и ваншотить мобов, например. Вот. Но здесь, ребята, здесь они просто, ну как вот, ну как нужно было так оказуалить? То есть, это реально была крутая игра, где нужно было продумать систему прокачки. Но посмотрите, посмотрите на вот это вот. Просто посмотрите, легендариум, да. То есть, здесь это какие-то вещи, которые будут доступны потом. Дополнительные пассивные навыки. Питомец. Это навыки питомца. Ну тут, к сожалению, особо ничего не сделаем. Мы их только можем выбрать. И получается, что у нас на персонажа остаётся буквально 3 уровня навыков. Да. Это точность, это кровопийца, это наш тот реликвия, что мы выбирали. И это странник. Всё. Изначально у нас вкачан один в точность, и дальше мы выбираем либо качать странника, либо качать точность. И всё. И просто вот уровень, да, что на пятом уровне мы можем либо в это, либо в это вкинуть, потом в это. То есть, на десятом уровне даже выбирать не придётся. Просто вот вы докачались, и всё, и вкинули. Это мега-оказуаливание, конечно, ужас. Ребят, эта игра стоит 30 долларов. То есть, 30 долларов за какой-то странный не до квест, не до этот, не до клон Диаблы. Ну, честно. То есть, даже Диабл 2 сейчас смотрится лучше. Я не говорю уже про Passive Exile, вот эти вещи, да. Хотя мне лично, мне Passive Exile, например, не очень зашла. Вот. Но, тем не менее, она вполне хороша. То есть, я не представляю, что это хорошая игра. Она просто, ну, не обязана всем заходить. Это нормально. Боёвка максимально, максимально простейшая. Причём, я думаю, что большой разницы, за какой класс играть, вообще, ну, никакой на самом деле нет. То есть, просто, ну, за любой класс будешь бегать, бить. Просто за, вот, например, моего лучника надо отбегать иногда. Хотя с большего моя альпака помогает, и, в принципе, нормально тут защищает. Вот, изредка какие-то ловушки стреляет, видим, синие, чтобы приходится, ну, немножко где-то подумать. Вот. Супер просто, супер, супер просто. Хотя, на самом деле, знаете, ну, если прям кто-то считает обратное, вот обязательно напишите ваше мнение в комменты по поводу всей данной игрухи и вот этого скелета, вылезающего дважды, да, который на первый скрипт немножко глюканул, а потом, ну, наконец-таки сделал то, что задумывалось. Ну, вот. Напишите ваше мнение по поводу этой игры и, в принципе, хотите ли увидеть по ней контентик, может, за какой класс, да, то есть вполне я бы скинул прохождение ее, то есть как вот игруха какая-то на вечер, возможно, возможно, да, типа, скажем так, 20-й раз проходить одну и ту же Диаблону, зачем, да, то есть, когда все это прошли, но если хочется что-то, то, почему нет, плюс, опять же, есть мультиплеер, то есть можно с другом собраться, пострелять в зомбарей, но сказать, что это супер веселая будет перестрелка с зомбарями, это, конечно, вряд ли. это вряд ли, потому что, ну, самое веселое, это ничего, вот легендариум есть, легендарные навыки, ламу убили, ну, что мне все без ламы делать, квесты, короче, ну, тоже весьма простятские, иди туда, сделай то, то есть, стандартные ПГшные квесты, ничего, я не вижу, вот, конкретно в этом точь-сайте, ничего такого интересного, чтобы можно было назвать, вау, ребята, что вы сделали, то есть, это реально прикольная, новая, какая-то идея, или еще что-то, то есть, ветку скиллов полностью оказывалили, просто жестко, боевка, ну, естественно, она такая же простая, то есть, не сделали здесь нужды как-то более-менее умно уворачиваться от скиллов или еще что-нибудь, все достаточно, ну, я не знаю, ну, вот, ну, не ходи по огню, и все, да, то есть, ходишь по огню, получаешь урон, тебе будет больно, и все, и нужно будет выпить зелье, что, в принципе, исправляет нюансы, когда ты походил по огню, боссы, это, в принципе, вот как я вижу, мобы, от которых надо иногда уворачиваться, то есть, можно делать это дольше, вот так вот бегать, 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 можно это делать чуть быстрее, иногда впитывая урон, используя зелье, естественно, и все, то есть, вот такие квесты, я просто не понимаю, я просто не по-ни-ма-ю, как можно было сделать, диабло-клон, которые, я бы не сказал, что тут сверхъестественная, там, графика, еще что-то, нормальное, приятное, да, ну, то есть, ничего сверхъестественного нет, с абсолютно дефолтным геймплеем, с абсолютно унылым инвентарем, и я еще почитал, тут сетов нету ничего, да, то есть, нету сетов, понимаете, нету, здесь только вот обычные шмотки доступны, и вот только с этим набором дропнуть игру в 2020-м игру, только имея вот это, вот просто, ну как нужно это выпустить и просить за это 30 долларов, честно, то есть, ребят, посмотрите, они в эту игру впихнули крафт, дерево, дерево резать, в слэш РПГ, в слэш РПГ, да, которая просто вот синглплеерная игруха, и тут нужно резать дерево, в синглплеерной, в синглплеерной, ну, грубо говоря, да, конечно, тут есть копчик, ну, то есть, суть копчика, все равно, что вы просто с другом будете делать то же самое, вдвоем ходить, резать деревья, это просто беда, это реально, это полнейшая фиаско, так что, ну, моя оценка, на самом деле, это просто, ну, это днище, это дно, вот, если вы искали игру, которая на дне находится, 2020 года, из РПГ, то вы нашли, но в целом, если вы искали что-то, что можно под пива с вечерком побегать с другом, во что вы еще не бегали, ну, возможно, это вот ваша игра, вы нашли, то есть, ничего прям сверх пролохого, конечно же, не имею против этого, хотя имею, но это отвратительно, это отвратительно, это ужасно получилась, конечно, игра у них, да, с вами был Пэт, поставьте лайк, всем пока, с вами был Игорь Негода,